Какие угрозы нам сейчас и по внешнему контуру, с точки зрения военной, и военно-политической, и по внутреннему угрожают? Готовы ли мы к этим вызовам? Если вообще посмотреть глобально, к чему сейчас движется военная мысль, в том числе на Западе, как она развивается, то есть из чего следует, какие нам угрозы, то вообще существует две концепции. То есть первая концепция — это нетрадиционные боевые действия, так называемая гибридная война. А вторая концепция — это мультидоменная операция в условиях сети-центрической войны. Что такое нетрадиционная война? То есть нетрадиционная война — это смесь гибридных, негибридных, военных, невоенных действий, то есть которая направлена в первую очередь на снос политических режимов. То есть это военные, невоенные действия, то есть это партизанские действия, террористические действия, это действия пыль пятых колонн. То есть это, по сути, цветная революция, что мы видели. То есть этим вопросом у США занимаются силы специальных операций. То есть у них есть порядка 25 тысяч человек, причем умных человек. То есть это не какие-то солдаконы, это люди образованные, умудренные опытом жизненным, военным, профессиональным, которые каждый день работают над тем, как им снести политический режим Российской Федерации. Работают они где-то успешно, где-то неуспешно. Что-то им получается, что-то не получается. Ну, так или иначе, то есть их результаты деятельности мы видим по всему миру. То есть Египет, Сирия, Ливия, Украина. То есть это все их рук дело. То есть везде они там поучаствовали. Второй вариант, который готовится в США, это мультидоменная операция в условиях сети технической войны. Что это означает? То есть это означает, что они работают над тем, как им синхронизировать все системы вооружения. То есть что подразумевается под этой синхронизацией? Это подразумевается, что солдаты, самолет, танк, корабль, спутник, они все должны работать в единой системе боевого управления. То есть подчиняясь единым командам боевого управления, находясь в одной единой боевой операционной информационной среде, то есть понимая, где находится противник, как он действует, что он из себя представляет, какие у него есть вооружения, чем его можно препятствовать, как его можно поразить. То есть это колоссально сокращает время на принятие решений. То есть мультидоменная операция позволяет те действия, на совершение которых раньше были нужны часы или сутки, то есть по сути совершить за пять минут. То есть именно для этих целей строится американцами, разворачивается глобальная система спутникового разведки управления. То есть она будет служить именно координацией действий всех родов, видов, войск и слух. То есть чтобы каждый солдат, который есть у американцев, то есть он был помещен в некое инфополе, которое позволяло ему принимать те решения, которые необходимы. Причем принимать эти решения быстро, основываясь на всесторонном знании и понимании того, что происходит. У нас на сегодняшний день такого ничего близко нет. Да, у нас там создали Центр управления обороной. Это действительно большой шаг в развитии наших вооруженных сил. Но это в первую очередь было сделано для нашего командного руководящего состава. Для того, чтобы наш командный руководящий состав в какой-то мере владел ситуацией, то есть понимал, что и где, и как происходит. А вот именно обеспечить нижестоящее звено, которое есть всей необходимой информацией, поддержкой принять решение, то есть мы пока до этого не дошли. Американцы к этому уже очень сильно подошли. У них, по сути, вот эти новые итерации связи класса Falcon 4, то есть они все работают как спутниковый телефон. То есть они могут в любой момент, территорию радиостанции, позвонить в любой штаб, который может находиться вообще в любой точке мира, получить ту поддержку, которая им необходима. И опять же, штаб, то есть он видит, где находятся его силы и пресла, на виртуальных картах, 3D-моделях, в каких-то синтетических средах. И он на основе этого уже может прогнозировать и управлять их действиями. То есть ему не надо для этого обращаться в нижестоящее звено, уточнять, что у нас происходит там, пока там соберут информацию. То есть он уже владеет ситуацией, что происходит там. Непосредственно получают информацию от тех первоисточников, которые находятся на Земле. То есть ему не надо для этого проходить цепочки управления, согласования и всего остального. На что мы-то тратим порой достаточно много времени. То есть у нас был такой хороший опыт, когда была операция в Алеппо. Тогда действительно наш Центр управления, обороны, он работал как Центр поддержки принятия решений тех подразделений, которые действовали в Алеппо. То есть это была очень, скажем так, продвинутая операция, то есть которая показала свою эффективность. Это именно, можно сказать, предтеча мультидоменной операции. Но пока мы дальше не развились. То есть мы вот эту операцию провели, то есть на этом у нас в некотором роде оно затормозилось, и дальше дальнейшего развития не получилось. То есть я читаю, в принципе, журналы военные, теоретические журналы. В принципе, наша военная мысль, она говорит о необходимости такого движения, но нашего ПК, нашего ПК пока не может предложить действенных мер, которые позволили нам это реализовать. То есть у американцев уже все эти вещи, они реализуются в железе. То есть им дальше необходимо только производить человеческую настройку над этим всем. То есть а мы вот пока еще ждем, когда нам ВПК сможет предложить, скажем так, некие системы, некие изделия, которые нам позволят это реализовать. Да, у нас есть система маневр, есть другие осу, осу тактического звена. Но это все локальные системы, которые, да, они на локальном уровне позволяют реализовать какую-то автоматизацию. Но чтобы это сделать в глобальном масштабе, то есть чтобы эту синхронизацию всех систем, родов, видов, водской службы провести глобально, то есть на всех уровнях, включая космос, информационно-психологические операции, там, сухопутная земля, там, вода, там, то есть воздух. То есть мы пока к этому, то есть не готовы чисто технически. Вот в чем проблема. То есть и вот наш ВПК, то есть он, ну, я не знаю, он сам не готов, либо не получил технического задания, но что-то у нас пока вот в этом вопросе тормозится. Продолжение следует...